Здравствуйте! С вами Швейный Советник и наша новая рубрика про это. В данном видео мы расскажем, как самостоятельно и безупречно шить кружевные трусики. Для этой модели мы использовали кулирку с лайкры и растяжимое кружево шириной 7 см. Смотрим! У нас имеется базовая выкройка трусиков. И для того, чтобы сшить понравившуюся нам модель, мы провели ее моделирование. Мы решили обточать вырезы для ног не узкими резиночками, а полосой кружева шириной 1,5 см. И для того, чтобы в области ластовицы изделие не получилось слишком широким, данную ширину кружева от выкройки с передней и задней половинки мы срезали. Наметили новые припуски на швы шириной 7 мм на передней детали и на задней детали. В данном случае ластовица у нас будет цельнокроеная с передней деталью. Поэтому, видите, передняя деталь у нас получилась вот такая вот длинная. А внутреннюю ластовицу мы будем кроить уже отрезной. Кружевную полосу шириной 7 см мы укладываем сверху на выкройку и определяем, какой участок выкройки нам нужно срезать. То есть вот эта деталь у нас будет из трикотажа, а вот эта вот будет пришита кружевная полоса. Также и на задней половинке вот эта деталь у нас будет сшита из трикотажа, а выше будет пришита кружевная полоса. По основанию фистонов мы отмечаем, где именно у нас будет линия совмещения кружевной части и части из трикотажа. Эту линию мы уже прочертили. И для того, чтобы удобнее было обрабатывать данное место, мы оставили здесь припуск немножко больше, чем требуется, а именно 1 см. Впоследствии, после окончательной обработки, мы лишнее все уберем. То же самое мы делаем и на задней детали трусиков. По основанию фистонов мы отмечаем линию притачивания кружевной полоске. Вот здесь она отмечена. И делаем припуск тоже в 1 см. В качестве меток совмещения кружевной детали и детали из трикотажа мы поставили вот такие вот метки из разноцветных меток. Потому что мел здесь виден не будет, булавки тоже мешают и цепляются. Поэтому самое удобное это вот такие вот контрастные метки. После окончания работ мы их легко и непринужденно уберем с нашей линии. Кружевную полосу мы раскроили двумя деталями. Именно для того, чтобы сохранить лекальность бокового шва. И чтобы трусики лучше прилегали в области талии. Мы срезаем часть выкройки, которая нам уже не нужна. Для того, чтобы раскроить кружевные полоски, мы промеряем длину среза, куда мы их должны притачать. На задней детали длина этого среза составляет 22 сантиметра. На передней детали 23 сантиметра. На цельнокрайонной с ластовицей детали переда мы намечаем линию пришивания внутренней ластовицы по базовой выкройке. Для обтачивания вырезов ног мы из полосы шириной 7 сантиметров выкроем две полосы шириной 2,2 сантиметра. Мы возьмем вот этот край с фистонами и вот этот край с фистонами. По выкройке длина срезов выреза для ног у нас составляет 45 сантиметров. Но мы возьмем кружево с небольшим запасом и выкроем полосу длиной 47 сантиметров. Две кружевные полосы для обработки вырезов для ног у нас раскроены. Теперь будем кроить трикотажные детали. Детали все выкроены. Задняя деталь трусика. Детали с трикотажа. Детали с кружевом. Две кружевные полосы для обтачивания вырезов для ног. Передняя деталь. Детали с трикотажа. Детали с кружева. И внутренние ластовицы. Теперь приступаем к сборке изделия. Шов ластовицы сточали четырехниточным швом на оверлоке. Если оверлока у вас нет, вы можете сточать этот шов обычной прямой строчкой на швейной машине. По растяжению здесь нагрузки никакой не будет, поэтому прямая строчка не лопнет. Будет нормально держаться. Передний срез ластовицы также обтачали. И вот что у нас получается. Разворачиваем детали. Смотрим, что получилось. Это изнаночная сторона задней детали, внутренняя ластовица. Вот здесь мы ее прикрепим к передней детали. И теперь посмотрим, что с лица. Задняя деталь и передняя деталь. Следующим этапом прикрепляем внутреннюю ластовицу к передней детали. И обтачиваем вырезы для ножек полосками. Внутренний шов ластовицы мы притачили трехшаговым зигзагом. С лица шва не видно, потому что подобрали ниточки в цвет. Для обработки вырезов для ног кружевную полосу укладываем лицом к лицу на детали трусиков. И фиксируем край булавочкой. Притачивать будем четырехниточным швом на верлаке. Вот лицевая сторона кружева укладываем лицом вниз. Опять же, кружево укладываем не в край, а чтобы немножечко кружево у нас выступало за основной деталью стрикотажа. Так вам легче будет начать строчку и не собьется трикотаж. Откалываем булавочкой. И идем на верлок. Кружевная полоса прификсирована к детали из трикотажа. И булавку мы поставили параллельно срезу, для того, чтобы она не попала под нож шеверлока. Если посмотрим с этой стороны, то кружево немного выступает за трикотаж. Это нужно для того, чтобы мы вот этот участок прокрутили несколько раз вручную. Иголочки зацепятся за ткань, и вот этот вот кончик трикотажа потом у вас не сомнется. Несколько стежков делаем, прокручивая вал вручную. Как только видим, что иголочки у нас зацепились и строчка вошла на кусочек трикотажа, можно удалить вот эту булавку. Дальше уже ничего никуда не съедет. И будем притачивать. Натягивать здесь ничего не нужно. Ткани ложатся так, как они ложатся. У них коэффициент растяжимости приблизительно одинаковый, поэтому в готовом изделии перекосов никаких не будет. Следим, чтобы нож у нас не срезал лишнее. Припуск у нас здесь 7 мм. Это как раз ширина строчки у данной модели облака. В готовом виде кружевная полоса получится у нас равной полутора сантиметрам, как мы и рассчитываем. Припуск отворачиваем на трикотаж, расправляем кружево и будем прокладывать фиксирующую строчку трехшаговым зигзагом. Как это сделать правильно, смотрите в уроке, как пришить резиночку к трусикам. И начинаем работу. Скорость, если у вас регулируется скорость, поставьте скорость поменьше, особенно когда на краю находитесь, чтобы у вас машина не заживала. Дальше скорость работы можно увеличить. Аккуратно расправляйте шов, чтобы у вас не было наплыва в трикотаже на кружево. Укладываем кружевной поясок таким образом, чтобы метки на нем отстояли от краев вот этой вот детали одинаково. Вязать 0,7 с левой стороны и 0,7 с правой стороны. Фиксируем булавками. Настрачивать кружевную деталь будем обычным зигзагом. Длина стежка 2 мм, ширина стежка 3 мм. Скорость работы низкая. По пути удаляем фиксирующие булавки. Стараемся вести детали так, чтобы строчка у нас проходила близко к основанию фистонов. В районе наших меток, через два слоя кружева, ставим дополнительные закрепки. Потому что там получается кружево на кружево очень хрупкое место. Для того, чтобы в носке было прочнее, поставим закрепки. Как поставить правильно закрепку на кружевах, смотрите наше видео. Также симметрично относительно меток накладываю заднюю кружевную деталь. И идем притачивать простой зигзагообразной строчкой к задней детали трусиков, к задней детали кружевного пояска. Поставим еще дополнительные закрепки там, где верхний кружевной поясок пересекает на стрикотажную деталь. Вот здесь, справа и слева. И аккуратно, близко к строчке, срежем вот эту лишнюю ткань. Боковые швы стачаем сначала обычной прямой строчкой, а потом обработаем на верлоке. Это соединение будет более прочным и не даст смещение кружевных полотен друг относительно друга. Помогаем себе продвигать ткань. Можно подтянуть за ниточки. И следите, чтобы в конце строчки кружевные детали не сместились друг относительно друга, а оставались на одном уровне. Помогать себе можно пинцетом или большой иглой. Но здесь я вижу четко, что фистоны совпали, поэтому можно лишних никаких телодвижений не делать. Вот таким образом у нас получились совмещенные края фистонов. Осталось обработать этот шов на верлоке и поставить закрепку. Вот такая простая и изящная модель у нас получилась. Вид спереди, вид сзади. Все припуски отвернуты в сторону спинки и поставлены закрепки. Все края фистонов совпали. Изделие выглядит аккуратным. Подписывайтесь на наш канал, вступайте в нашу группу ВКонтакте. Если вы проживаете в городе Воронеж, приходите на наши очные курсы. С вами был Швейный Советник. Тема изготовления белья будет продолжена. Продолжение следует. Продолжение следует...